Есть итоги 2018 года. По итогам 2018 года была заболеваемость повышена и составила 119,9 на 100 тысяч населения. Это в два раза больше, чем было в предыдущем году. Сейчас, с начала года, в городе Одессе заболел 51 человек. 96% было госпитализировано в инфекционную больницу. 39% из количества заболевших – это дети до 17 лет. В настоящий момент все вакцинами обеспечены полностью. В детских поликлиниках находится 4800 доз и 6000 доз находятся в Одесса-фарме, в нашем коммунальном предприятии. Это американская вакцина, качественные препараты, которые себя хорошо зарекомендовали и имеют наименьшее количество осложнений при применении. Также сегодня, буквально в эти дни, был получен областью приказ о том, что Министерство здравоохранения на Одесскую область выделяет 25 тысяч доз вакцин. Значит, это очень важно. У нас остается открытым вопрос вакцинации взрослого населения. И есть рекомендации, и они полностью выполняются. Если заболел человек, и все контактные лица должны в течение 72 часов привиться. Значит, для таких действий у нас есть вакцины. Для того, чтобы избежать, в общем-то, нехороших последствий. Ну и мы знаем, что в прошлом году, к сожалению, был летальный случай. И мы должны сделать все, чтобы этого избежать. И, конечно же, очень большая роль этому определяется именно в пропаганде вакцинации. И мы знаем, что есть сейчас многие противники вакцинации, которые нам именно мешают проводить действия, которые должны быть при вспалахах. За прошлый год было пять вспышек заболеваемости корио. Она течет вот именно такими вспышками. Ну и, конечно, сейчас в зимний период тоже ожидаются вспышки. Значит, мы получили буквально вчера письмо лабораторного центра областного, который четко указал, что мы должны произвести мероприятие и не допускать в школы детей, которые и в детские садики, которые не привыты. Поэтому сейчас готовится заседание штаба. Если потом будет необходимо, будет подготовлено заседание ЧПЦС, где будем определяться все-таки, что же делать. Мы написали запрос в облздрав с просьбой, чтобы нам выделили средства для проведения вакцинации взрослого населения. Пока положительного ответа нет, потому что они запрашивают министерство. Значит, если они нам будут отказывать, мы будем принимать решение. Но мы не имеем права проводить бойное финансирование по бюджетному кодексу.